Дни борьбы с муковисцидозом проходят в сентябре во всем мире. По одним данным, сегодня в России проживает около 2000 пациентов с этим диагнозом, по другим более 5000. В Чувашии меньше 50. Болезнь неизлечима. Облегчить жизнь пациента может лишь регулярное лечение. В Республиканской детской клинической больнице открылся кабинет кинезиотерапии. Вместе с первыми пациентами его посетила и наша съемочная группа. 1 сентября их сверстники пошли в школу, а эти ребята на плановую госпитализацию. Большинству из них диагноз муковисцидоз был поставлен во младенчестве. О том, что они особенные, ребята знают с детства. Их обеды и ужины сопровождаются приемом лекарств. А в распорядке дня обязательно присутствует лечебная гимнастика и ингаляции. Во всем остальном это обычные дети. Вот и в комнате кинезиотерапии ребята быстро нашли чем заняться. При заболеваниях бронхолегочной системы скапливается мокрота, которую необходимо эвакуировать. Иначе в ней будут размножаться патологические микробы. Тем самым вызывая хроническое воспаление, снижая качество жизни пациента, снижая их функцию внешнего дыхания. Поэтому основным нужно задачей, которую ставит перед собой кинезиотерапевт и врач-пульмонолог совместно с ним, это разработать методики дыхательных упражнений, массажа, лечебной физкультуры, включая и различные аппараты, которые сейчас у нас тоже есть. После разработки методики ребенку назначается индивидуальный комплекс упражнений. Время проведения сеанса зависит от состояния легких. Пропускать процедуру ни в коем случае нельзя. В противном случае эффекта не будет. Кинезиотерапия подразумевается на какие-то динамические упражнения и статические упражнения. Конечно, динамические упражнения с ребенком делать проще, потому что дети, они все подвижные. А статические упражнения, например, вы можете посмотреть сейчас. Наша медсестра кинезиотерапии проводит дренажное положение, которое называется банана. Кабинет кинезиотерапии открылся при финансовой поддержке Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Острова». Благодаря фонду у ребят появилась возможность ходить на лечебный массаж. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.